здравствуйте дорогие любители вязания мы с вами сегодня вяжем вот такой красивый полу патентный узор совершенно недавно мы вязали с вами патентный узор кому интересно ссылка будет под видео и вот я хочу сказать чем они включаются патентный узор или английская резинка или узор брюш здесь петли выглядят одинаково на обеих сторонах и в каждом ряду мы вяжем патентные петли в полу патентном узоре у нас петли выглядят по-разному вот лицевая сторона изнаночная сторона еще называют этот узор жемчужным или эту резинку полу патентную резинку называют жемчужной резинкой в этом узоре патентные петли вяжутся только на одной стороне этим красивым узором связан мужской кардиган из журнала бурта номер 4 за 2023 год а мастер-класс попросила сделать наша подписчица тамара после того как описание вязание этого кардигана я выложила на нашем канале телеграм ну и давайте мы начнем с вами вязать схема будет перед вами раппорт узора составляет 8 петель в ширину плюс одна петля для симметрии узора и 16 рядов в высоту при круговом вязании мы набираем нужное количество раппортов по 8 петель петлю для симметрии узора мы не набираем при поворотном вязание мы набираем нужное количество раппортов по 8 петель в данном случае вот 2 раппорта мы свяжем 16 петель плюс 1 петля для асимметрии узора она будет у нас в конце ряда и плюс 2 кромочные набираем на спицы 19 петель и я советую провязать нулевой ряд он не будет входить в раппорт узора на схеме его нет но я схему немножко подредактирую удобнее будет начинать вязать узор итак это у нас нулевой ряд который не входит в раппорт узора сразу после кромочной я провязываю лицевую петлю и далее вяжем 1 изнаночная 1 лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая мы вяжем резинку 1 на 1 простая изнаночная простая лицевая вяжем так до конца ряда и заканчиваем лицевой петлей провязали нулевой ряд начинаем вязать узор первый лицевой ряд мы провязываем следующим образом вяжем полупатентную резинку изнаночные петли мы вяжем простой изнаночной петлей а лицевые петли мы вяжем лицевая петля в прокол на ряд ниже вот не петлю со спицем мы подхватываем а петлю на ряд ниже петля в прокол лицевая петля в прокол или патентная петля далее изнаночная лицевая петля в прокол на ряд ниже изнаночная лицевая петля в прокол ряд ниже изнаночную лицевая петля в прокол изнаночную лицевая петля в прокол и так мы вяжем до конца ряда вот такая получается резинка 2 изнаночный ряд и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем петли по рисунку лицевые петли мы провязываем обычными лицевыми изнаночные обычными изнаночными я буду такие ряды видео изнаночные пропускать провязали два ряда узора вяжем 3 лицевой ряд смотрим на схему 3 лицевой ряд у нас вяжется точно так же как мы вязали первый ряд то есть мы изнаночные петли провязываем изнаночными лицевые вяжем лицевые петли в прокол на ряд ниже то есть мы вяжем патентным узором и в четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 5 лицевой ряд 1 изнаночная перекрещиваем 3 петли в правую сторону можно взять дополнительную спицу и оставить 2 петли на дополнительные спицы за работой я вот как меняют петли местами 2 петли оставляем за работой провязываем лицевую петлю в прокол на ряд ниже вот так подхватила петлю на ряд ниже получается что мы провязываем 2 петли одновременно далее 1 изнаночная петля с дополнительной спицы вяжем 1 изнаночная и лицевая петля в прокол на ряд ниже вот это у нас петля изнаночная на левой спице нам нужно провязать ее в прокол на ряд ниже вот давайте покажу поближе подхватываем я вот эту вот римочку подход вы нам быть сюда можно и можно сразу снять и вот так же 2 петли провязать так удобнее когда вот перекрещиваешь петли сейчас еще раз покажу так 3 петли перекрестили в правую сторону далее вяжем изнаночная петля в прокол изнаночная петля в прокол 1 изнаночная и снова 2 петли перекрещиваем в правую сторону 3 петли перекрещивая в правую сторону прошу прощения две петли оставляем на дополнительной спице за работой провязываем лицевую петлю в прокол на ряд ниже вот так удобнее далее петли с дополнительной спицы провязываем 1 изнаночная и петля в прокол на ряд ниже подхватываю ниже лежащую петлю сразу подхватываю петлю на левой спице и провязываю их вот так и вместе нитки потом потянутся выравнивается и до конца ряда у нас будет патентный узор изнаночная лицевая петля в прокол изнаночная лицевая петля в прокол и 1 изнаночная в шестом изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку подтягиваем нитки вот у нас получается что на изнанке и такая получается лицевая сторона далее смотрим на схему 7 лицевой ряд 8 изнаночный 9 лицевой ряд 10 изнаночный 11 лицевой ряд и 12 изнаночный мы вяжем полу патентной резинкой то есть точно так же как мы вязали первый и второй ряд третий и четвертый ряд давайте эти шесть рядов мы провяжем самостоятельно лицевые ряды мы вяжем в лицевых рядах мы вяжем лицевые петли в прокол на ряд ниже в изнаночных петли по рисунку провязали 12 рядов вот что получается на данном этапе и вот такая изнанка 13 лицевой ряд 1 изнаночная лицевая петля в прокол изнаночная лицевая петля в прокол еще раз 1 изнаночная далее 3 петли перекрещиваем в левую сторону первую петлю оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем лицевую петлю в прокол на ряд ниже поднимаем петельку и поднимаем петлю кривой спицы и две петли провязываем вместе лицевой далее будет 1 изнаночная и петлю оставленную перед работой мы тоже провязываем в прокол на ряд ниже вот она у нас петля ниже лежащего ряда я ее поднимаю и петлю со спицы мы провязываем лицевой петлей это мы провязали один рапорт и повторяем еще один рапорт изнаночная лицевая петля в прокол изнаночная лицевая петля в прокол изнаночная и 3 петли перекрещиваем снова в левую сторону оставляем первую петлю дополнительной спицы перед работой провязываем лицевую петлю в прокол на ряд ниже провязываем изнаночную петлю и петлю перед работой провязываем в прокол на ряд ниже и заканчиваем изнаночной петлей 14 ряду петли вяжем по рисунку провязали 14 рядов смотрим на схему 15 лицевой ряд мы вяжем патентной резинкой 16 изнаночный ряд петли по рисунку давайте самостоятельно провяжем эти два ряда провязали два рапорта в ширину и один рапорт высоту и вот что у нас получается такой интересный патентный узор с узкими косичками очень мне нравятся патентные узоры петли смотрятся такими выпуклыми давайте скажем спасибо тамаре за идею мастер-класса ставьте лайки если вам понравился этот узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где вы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом я желаю вам здоровья и мира добра и позитива удачи и ровных легких петелек пока пока